всем привет это я летчик добро пожаловать на мой канал и сегодня у нас очередные бытовые лайфхаки ура надеюсь вам сегодня со мной будет интересно классно познавательно пишите в комментариях как вы делаете сами как я неправильно что-то делаю я постараюсь отвечать на ваши комментарии но иногда я не успеваю так что если что не обижайтесь я отвечу просто на все это дело чуть попозже девчонки я надеюсь что до просмотра или после просмотра вы не забудете мне улепить пальчик вверх и подписаться на канал и на второй канал который называется аленкина самоделки лайф ссылка на него будут большими буквами в описании и обязательно что-нибудь напишите мне в комментариях это прямо очень важно это помогает продвижению канала продвижению видео оно выходит немножко дальше чем за пределы нашей группы так сказать аленкина самоделок так что надеюсь вам сейчас будет интересно и не буду томить вас более поехали каждый раз когда вы двигаете стол и туда-сюда наверняка вы молитесь чтобы не осталось царапины на полу особенно если это паркет и каждый раз когда я мою полы я вижу царапины которые не я сделала и они меня так сказать нервируют в общем где-то я уже увидел один лайфхак связанный со свечой то есть я решила взять такую же как показывалось видео и идея заключалась в том чтобы воск так сказать расплавился и зашел во все выемки в царапине и так сказать замаскировал его на паркете конечном итоге то ли у меня свеча другая то ли нужно найти более прозрачный воск и что скажу по факту вот царапина заполнилась но ее все еще видно и исходя из неудавшегося опыта так сказать я решила сделать совсем другой лайфхак как говорится лучше предотвратите чем натворить в общем смотрите нам в этом лайфхаке понадобится крышка от 5 литровой бутылки с водой и еще у меня есть разобранный стол и я решила вам притарабанить для наглядности одну из ножек чтобы показать как же защитить ваш пол да и мой от гипотетических будущих царапин и помимо крышки от 5 литровой бутылки нам понадобится еще фетр чтобы так сказать уже пластик не царапал сам пол накладываем крышечку на фетр и обводим ручкой или карандашом чтобы у нас получился вот такой кругляш и дальше вход идут ножницы вместо фетра вы можете использовать допустим войлочные стельки для обуви либо вот продаются такие салфетки которые хорошо убирают воду для кухни вот их тоже можно нарезать не знаю возможно кожаные накладки тоже будут хорошо скользить по полу в общем используйте подручные средства лишь бы ваш пол не пострадал как видите мы собрали такой сэндвич сначала мы приклеили крышку с помощью термоклея к ножке и уже на саму крышку мы приклеили фетр можно собирать все в обратной последовательности сначала фетр потом крышка потом приклеиваем все к ножке до того как эту идею мне подсказала одна из моих подписчиц мне в срочном порядке нужно было решить как же сделать так чтобы мой стол не царапал пол на съемных квартирах потому что этот стол рабочий он всегда у меня находился в швейной комнате и я его двигаю постоянно постоянно сейчас покажу что же я придумала еще три года тому назад мне тогда понадобилось четыре кусочка флисовой ткани он между прочим достаточно крепкий до сих пор не стерся так сказать и мне нужно его так сказать натянуть на ножку и воспользоваться малярным скотчем в качестве обмотки тут есть два момента если столик допустим вы редко двигаете то будет достаточно сделать просто колпачки вот такие вот и подрезать ткань чтобы все ровненько смотрелось а мне нужно было чтобы эти колпачки ни в коем случае не слетали с ножек поэтому малярный скотч у меня намотан и на сами ножки на самом столе да это будет не очень красиво но стол мой швейки все-таки не гостевой если вы думаете что сейчас будет бьюти лайфхак вот аленчик то нет идея заключается в том что когда вы снимаете макияж допустим вы последовательно сначала снимаете его мицеллярной водой а потом нам нужен тоник до после того как вы им закончили протирать лицо ватный диск принципе остается не такой уж и грязный в общем я всегда остатками средств протираю умывальник даже могу протереть ванную и выходит что я привожу в порядок и лицо и саму ванную комнату ведь ею же целый день пользовались руки мыли там ноги мыли кота мыли шучу конечно кот уже большой он сам моется и раз вы про него вспомнили хочу отмотать так сказать время назад и напомнить про одно видео где я рассказывала как я проращиваю травку пшеничку для своего котика в общем я вам показывала свою методу а вы мне рассказали совсем другую мне она больше понравилась и это оказался самый эффективный метод я только сейчас так и проращиваю во первых у меня всегда поточное производство одна травка уже выросшая вторая только в самом начале и для этого нам понадобится два размера кассироли вот таких вот пластиковых коробочек без крышек и нам понадобится шило то есть мы в одной из маленьких коробочек делаем отверстие а вторую коробочку освобождаем вот от крышки и она у нас будет в качестве подложки так сказать второй ярус снизу а дальше все просто в первую верхнюю кассироль та которая дырявая так сказать мы в нее насыпаем зернышки потом туда же доверху нальем воды и подержим эти зернышки три дня пока не не начнут так сказать вылупляться воду лучше менять каждый день в пределах этих трех дней и если раньше их каждый день промывала под проточной водой и когда не было отверстий по низу я держала чтобы эти зернышки никуда не уплыли и так далее а сейчас я решила еще одну проблему то есть за счет того что у меня две кассироли разных размеров у меня верхняя кассироль не касается дна в принципе и если допустим в этих зернышках в этой травке еще осталась влага то она стечет прямо вниз и не будет давать зернам заплесневеть запреть и так далее то есть какой результат стало намного легче промывать эти зернышки не нужно их переворачивать они не вылетают не путаются я их не травмирую и после того как уже появляются зеленые ростки достаточно просто брызгать их поливилизатором не знаю как у вас но у нас дома чаще всего всегда приготовлен какой-нибудь супчик и вы знаете мою любовь к специям и вы знаете что я целых два стеллажа практически посвятила для них то есть у меня все по коробочкам по баночкам все подписано я знаю где что лежит и так далее если вернуться к моменту про супчик то скажу что я чаще всего использую одни и те же специи и для того чтобы я каждый раз не разбирала все коробки в которых лежит допустим у меня перец там чеснок и так далее я все вывела в отдельная ведерко она у меня полупрозрачная я сразу вижу что у меня закончилась вот например в этой баночке сейчас закончилась куркума в общем вот это отдельная ведерко сильно экономит мое время когда я готовлю супчики когда мы переехали в эту съемную квартиру все вроде бы было хорошо кроме этой двери в зале она почему-то не хочет до конца открываться все время пытается закрыться как мне кажется дело все в этом плинтусе который находится с правой стороны от двери и он такой косой кривой какой-то скрученный не знаю за чего это произошло это все было до нас но так сказать он нам не помогал а по большей части мешал закрыть или открыть нормально дверь в конечном итоге чтобы ее зафиксировать мне пришлось придумать один простецкий девайс и если говорить по-русски то это на самом деле приспособление которые я так сказать сообразила из из пилов и один из пилов у меня идет круглой формы остальные прямоугольные а этот кругляшок он идет под углом срезанный и именно благодаря ему я грубо говоря заклиниваю дверь и на какое-то время это помогает пока кот не начинает носиться и избивать вот эти все мои так сказать подставки под дверь почему было найдено только такое решение потому что эту дверь никак не привязать ни к шкафу ни к чему и допустим вот эту дверь легче всего было бы как-то зафиксировать сделав какой-то крючок стене но это дверь как раз меньше всего проблемное в общем думаю что это не единственное решение возможно вы мне что-нибудь еще подскажете чтобы это не так убого смотрелось так что надеюсь в комментариях будет мозговой штурм по поводу этой темы очень много продуктов которые при нагревании когда через них проходят микроволны то они разрываются как попкорн и засырают всю микроволновку и я не знаю возможно вы знаете про этот девайс либо не знаете но существуют такие крышечки которые помогают так сказать защитить микроволновку от всех вот этих вот продуктов которые могут разлететься разметаться во время нагревания кстати напишите в комментариях у кого есть что-то наподобие крышки сеточкой на сковородку которая предотвращает так сказать чтобы брызги от масла не разлетались по всей кухне но вы поняли наверно чем я говорю если у вас есть такая штука напишите стоит покупать или не стоит в общем этой пластиковая штука я очень довольна эта крышечка спасает мою микроволновку от загрязнений ну что ребята и девчата надеюсь вам со мной было интересно напишите в комментариях что было для вас интересным что именно я делаю не так или наоборот так что вы увидели первый раз своей жизни или до этого видели уже раз то так что девчонки я буду ждать любые комментарии абсолютно любые отвечу сразу или когда у меня получится потому что иногда я не сразу отвечал меня сил нету просто смотреть в телефон надеюсь вы ничего не забыли да да и как всегда я буду вас всех целовать обнимать обжимать и желать вам всего самого лучшего чтобы ваши мечты сбывались так что как всегда с вами была я ленчик до новых встреч и пока